Продолжение следует... 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 поскольку фестиваль проходит в разных странах. На фестивале в исполнении оркестра и оперных певцов прозвучали сочинения Рассини, Даницетти, Верди, Пучини, Гуну, Безе, Чайковского и Бородина. Вклад нашей соотечественницы из геморовой величины Хиблы Герзмава в дело международного культурного признания Абхазии не оценим. Несмотря на то, что певица взошла на вершину музыкального Олимпа, она не теряет связи со своей Родиной, чему свидетельствует этот фестиваль. Сама Хибла Герзмава признается, что выступление на Родине для нее особое событие, и она всегда старается привести самый красивый и интересный репертуар. Также на театральной площади Абхазского государственного драматического театра имени Чанба была организована площадка под открытым небом для прямой трансляции фестиваля. Были установлены экраны, сидячие места. В завершении концертной программы Хибла вышла к поклонникам, которые с нетерпением ждали ее у входа в театр. Зародившийся в Абхазии 15 лет назад фестиваль Хибла Герзмава приглашает, уже давно перешагнул границы стран и континентов, из года в год расширяя свою географию. И в этом году Хибла Герзмава преподнесла Родине очередной подарок в виде блестящего выступления. Наала Ковилион Адлиба, Абхазское телевидение. Международное объединение содействия развитию абазина-абхазского Эдна Салашера уже несколько лет реализовывает в Абхазии социально-культурные проекты, в числе которых новая молодежная программа Хайбабара. Первый этап проекта прошел в Карачаево-Черкесском хауле Инжиччуку. Абхазские ребята в возрасте от 12 до 17 лет в течение недели жили в традиционных абазинских семьях и общались со своими сверстниками на абазинском языке. Подробности в материале от Гурагунба. Международное объединение Алла Шара призвано содействовать развитию абазина-абхазского этноса. Президент и основатель объединения Мусаик-Зеков считает, что от единства нашего этноса зависит сохранение идентичности, традиций. Говорят, если у дерева крепкие корни, то ему не страшен никакой ветер. Наши обычаи и традиции являются теми корнями, которые удержат нас на земле. Мы считаем, мы это организации абазинские, которые сейчас объединились в единую ассоциацию Абсадгил, что такого рода мероприятия чрезвычайно важны для нашего народа абаза, для абазин и абхазов. Ведь когда, допустим, спрашивают, какие главные проблемы у абазина и абхаза, все говорят, нас мало, мы не едины, но на самом деле нас много. Просто нужно наладить каналы для общения. Тогда эти каналы мы наладим вместе, отмечая один день, в один день день культуры народа и день флага. И мы хотели бы, чтобы это мероприятие стало по-настоящему народным, чтобы с каждым Новым годом наши уже потомки в будущем проводили это все более масштабнее, привлекая все больше стран. Сулхану Сакания 15 лет. В семье Чуковых он чувствовал себя как дома. В семье, в которой я нахожусь, меня приняли очень хорошо. Они проявили свою культуру, они показали мне свои обычаи, свои нравы. Там у них есть два сына, они очень хорошие, воспитанные. Когда он приехал, мы сразу же подружились. И мы стали ходить на тренировки, на речку. Нас возили на экскурсию вместе, нам там все очень понравилось. На каком языке вы общаетесь между собой? Мы на абазинском разговаривали, он чуть-чуть понимает, я тоже понимаю. Поездка включала в себя экскурсии по красивейшим местам Карачаева, Черкесии. И у ребят действительно не было времени скучать. 23 июля – в день флага Республики Абхазия, который отмечается в КЧР вместе с Днём культуры народа Абаза. Наши ребята вместе со своими абазинскими друзьями приняли участие в культурных мероприятиях в Черкесске. Проекта «Малошара» по обмену детей заинтересовалось и местное телевидение. Телеканал «Архаз-24» посетил семью, в которой жил мальчик из Абхазии Омар Смыр. Все вместе дружно за одним столом. Глядя на эту семью, трудно представить, что один из мальчишек – гость в этом доме. Омар Усмыр 15 лет. Парень приехал в Карачаево-Черкесию из Абхазии в рамках программы по обмену, организованной Ассоциацией Алашара. Десять дней Омар жил в семье Исановых в Ауле Инжи-Чукун. Его приезда здесь ждали с нетерпением. Пришли, сказали, вот так мы хотим. Я говорю, пожалуйста, всех я могу даже принимать. Я их буду, как мои внуки, их будем держать, их будем смотреть, чтобы их родители не переживали, как наши дети мы будем держать. Вот Кемаран пошел на следующий день. Омар она к нам привез. Омар тоже, как мой. Мои вперед, я даже его ставлю. Десять дней, как сказала наша мама, прилетели как один день. Было очень круто. Даже на гору поднялись, на которую мы ни разу не поднимались. Друг мой, Кемаран, с которым я познакомился, очень хороший. С ним на речке ходили, он познакомил нас с его друзьями. Они очень хорошие, общительные, спортивные. Каждый вечер играем в футбол. Не знаю, ну не скучно нам. Еще одним ярким событием пребывания абхазских детей в Абазарште стал спортивный фурнир, который в четвертый раз организовывает международное объединение Аллахара. С каждым годом число его участников растет. Абхазская команда выступает на играх в разных дисциплинах уже второй раз. Несмотря на то, что наши ребята специально не готовились к играм, они показали неплохие результаты. Особенно в стрельбе из пневматической винтовки и в прыжках в длину. Эти 10 дней останутся в памяти наших детей надолго. И уже совсем скоро состоится ответный визит абхазинских ребят в Абхазию. Адгур Гунба, Адам Иржения, Абхазское телевидение. Государственная компания Абснаргылара осуществляет ремонт центральной районной больницы города Тхорчал. Как сообщает пресс-служба госкомпании, специалисты ведут работы во всех корпусах медучреждения, включая помещения хирургии, педиатрии, терапии и поликлиники. Общая площадь ремонтных работ составляет около 5000 метров в квадрате. На данном этапе осуществляется демонтаж внутренних стен и перекрытий. Объект госкомпании Абснаргылара планирует сдать к 2019 году. Ремонт Кварчальской ЦРБ выполняется за счет средств инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Данный объект необходим городу. На данном этапе идет разборка и демонтаж существующих конструкций. Общая площадь работ около 5000 квадратов. Работы идут по всем корпусам, начиная с хирургии, педиатрии, поликлиника. Единственный объект, который мы на данном этапе не тронули, это рентгенная. Потому что рентген на данном этапе нужен, он будет делаться отдельно. Общая стоимость метных работ составляет более 200 миллионов рублей. Объект рассчитан в начало объекта демонтажной работы закончить в этом году. Все последующие работы закончатся в 2019 году. Мы рассчитываем в 2019 году запустить объект, новый, красивый, для такого прекрасного города. Приступили к работе мы в июле месяце. Работы ведутся по всем трём корпусам параллельно. В основном занимаемся сейчас демонтажом. Это те конструкции перегородки, которые нужно демонтировать. Дбивка штукатурки и подготовительные работы под венткамеры. Там есть грунтовые работы, заливки и так далее. На сегодняшний момент никаких сложностей с проведением строительных работ нет. Есть всё необходимое. И техника, и рабочие силы и так далее. Ведутся работы в нужном режиме. Полиграфисту, общественному деятелю Абхазии, заслуженному деятелю культуры, генеральному директору государственного полиграфического предприятия «Дом печати» Роману Аргун исполнилось 70 лет. Поздравить юбиляра пришли его друзья и коллеги. Репортаж Алики Травш. Роман Аргун – один из первых профессиональных полиграфистов Абхазии. Окончив Украинский полиграфический институт, он начал работать инженер-технологом в сухумской типографии. А спустя некоторое время – главным инженером. В 1983 году Романа Аргун назначают генеральным директором тогда ещё полиграфического производственного объединения Абхазской АССР. И вот уже более 30 лет Роман Аргун руководит государственным полиграфическим предприятием «Дом печати». Мы имеем дело с людьми, которые пишут. Писателю я отношусь как к ребёнку. Просто писателю надо как-то… Вот к нему надо всегда находить какой-то правильный подход. Вот он головой работает. Но вот это его мысль, не надо мешать, чтобы он развивал дальше. Надо помочь ему. Одним тёплым словом человек может сделать больше, чем он мог бы сделать. У нас есть очень хорошие и знаменитые писатели. Но есть и средние. И так не бывает, что все были одинаковые. Но они все знаменитые. Просто уникальные люди. С ними общаться – одно удовольствие. Много тёплых слов и пожеланий было высказано в адрес юбиляра от друзей и коллег. Роман Аргун внёс неоценимый вклад в развитие и становление государственного полиграфического предприятия в тяжёлое послевоенное время. К своей работе и подчинённым относятся с большой ответственностью и пониманием. А самым главным качеством, как подчеркнули присутствующие, является его человечность, бережное отношение к каждому сотруднику. Мы сегодня чествуем заслуженного человека, который всю жизнь занимался и занимается тем, что издаёт наши книги, абхазские книги. Я желаю юбилея долгих лет жизни, чтобы в скором времени в Абхазии заработала современная типография под его руководством. Форматик Грисович очень энергичный. Он специалист, он закончил полиграфический институт. Как человек, он очень отзывчивый и очень хороший. То есть мы с любой нашей проблемой, будь то производственной проблемой, будь то личной проблемой, мы всегда можем смело обратиться к нему. Между тем, абхазское издательство испытывает серьёзные проблемы. По словам Романа Аргун, вся полиграфическая техника давно устарела. Для нормального функционирования предприятия необходимо иметь современное оборудование. К примеру, на издание одной цветной газеты тратится уйма времени, так как у нас двухкрасочное оборудование, когда во всём мире уже давно пользуется четырёхкрасочным. К тому же, во время дождя из-за протекающей кровли здания дома печати, работникам полиграфии приходится передвигать технику, которая весит по 5-6 тонн, дабы уберечь её. Поэтому на сегодняшний день главной своей целью Роман Аргун считает изыскать возможности приобретения новой техники в полиграфию и проведение капитального ремонта дома печати. Роман Аргун надеется, что в скором времени в Абхазии появится современная типография, которая сможет в полной мере предоставлять свои услуги абхазским пролицистам и писателям. Алика Трапш, Беслан Чхенжерия, Абхазское телевидение. В Гагрии с 14 по 21 августа пройдёт международный теннисный турнир, посвящённый памяти героя Абхазии Арзамета Тарба. В нём примёт участие 60 команд из разных регионов Абхазии и России. Участники будут соревноваться в пяти категориях. Первая – теннисисты в возрасте до 8 лет. Вторая – в возрасте до 9 и 10 лет. Третья – до 12 лет. Четвёртая – до 14 лет. И пятая категория – до 16 лет включительно. Победители турнира получат в награду кубки, медали и ценные подарки. Международный теннисный турнир проводит Госкомитет по физической культуре и спорту совместно с Федерацией тенниса Абхазии. Ну и сейчас, как обычно, информация о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночи плюс 21, 25, днём 28-30 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом информационный выпуск подошёл к концу. Я с вами прощаюсь. Абхазская телевидение продолжает свою работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Абхазская телевидение продолжает свою работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова